мы вернулись и наверное это будет вот мы вернусь и продолжаем закончили записях влада и немножко тут немножко перекусываем и в перерывах между желанием мы будем кушать так и чё я записал мы говорили о нравственности мы говорили что нам 40 лет с отдела влада да нам чуть чуть больше на несколько месяцев и вопрос может ли кто-то младшего возраста ну скажем так быть там мудрее понятно ответа однозначно нет но вопрос звучит так что возможно у человека есть был ну как бы был событийный поток нас над настолько сильные настолько сильное потрясение что он свои какие-то юные годы может любого не любого а заткнуть там на 10-летнего алкоголика скажем то есть это зависит от наполнения жизни дальше про вторую попытку вот в олимпиаде если ты не выиграл первую олимпиаду то через четыре года у тебя возможно будет вторая попытка через восемь лет возможно третье там через 12 4 это вопрос когда ты вот в эту гонку вступаешь у тебя есть эти попытки но если мы живем да то мы всегда думаем что у нас есть какой-то потом поэтому стереотип и поэтому уже нравственность что ты имеешь в виду на сетку к сегодня я безнравственные но завтра буду им да или я сегодня нравственный завтра безнравственные как будто что мы может ли быть такой человек нравится и становится безнравственного да конечно человек обладающий качествами скромности дружбы в определенных обстоятельствах ведет себя совершенно по-другому потому что каждый день так новая жизнь до дальше с этим разобрались на и про события дальше еще умение слушать и использовать знание так вопросу навыка скажем так то есть если человек молодой да и он умеет слушать старших товарищей и это применять то он использует их опыт ну колоссальный то есть не обязательно самому иметь эти знания через себя пропустить но если умеет их как-то пусть впустит пустить свою жизнь но иногда говорят есть такое выражение что обычный человек курс на своих ошибках а мудрец учится на ошибках других да но есть какое-то использование знаний дальше активное слушание но слушать можно так послушал там покивал там и все активное слушание подразумевает что ты интегрируешься с другим человеком то есть твои твои эмоциональное поле чужим с другим эмоциональным полем объединяется и получается что-то одно целое как раз но есть мужское начало женское вот но вопросу полей скажем все это тело физическая оболочка мы его тренируем скажем так но вы все ли я тоже ну как мы здесь знаем что если у тебя с хорошо с физикой со фп с техникой но если у тебя хромает эмоциональная составляющая что ты проиграешь даже еще на рынке не выйдя имея все базовые характеристики которые могли бы тебе принести победу то есть еще есть вот эмоциональная часть такая вот как как она как-то пересекается с нравственностью как она пересекается вот и еще что еще когда мы чемпионов тренируем скажем так то есть лучше внимания тренера нравственности мы говорили что тренер должен иметь нравственность по отношению к ученику или сжечь его в гарнире чтобы цель добиться так мозги накрутить что вот эта победа она важна туда-сюда несмотря на здоровье человек положил все на алтарь вот это нравственность скажем так и уже про тренера если многогранность то есть сейчас нравственность вот это вот это многогранные аспекты подготовки такие как сила скорость выносливость растяжка и нравственность скажем так как он будет то есть это как как одна из частей подготовки важный но но одна нет не то что мы будем в растяжку можно углубиться с помощью гимнастики йогов там в силовую тренировку можно углубиться через там кроссфит но это вот одна из частей и тогда если мы каждую часть тренируем но здесь еще тоже про рыбу рыба может быть свежая да там или не свежая другого не дано так и нравственность она или и есть или ее не еще может быть живая это от нас от вегетарианцев вегетарианцев живую нажимая живую есть надо не просто смотрите видите как вина как она до живая и не живая если живая убьем не живая а рыба смотрит от тебя и думают безнравственный молодой человек цыпленок был бы да цыпленок был бы да и не был бы это все другие яйца это не цыпленочные не цыпленочные это просто яйца это просто посмотрел как выглядит по-английски чистые проблемы нет нет слову нет 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 сейчас более актуальное слово нет относительно других событий какой зависит вся наша страна судьба всех людей поэтому я думаю что слово нет должно быть ближайшие недели хитом и там продаж там продаж вчера твоя дочка хорошо написала у у меня теперь есть новая ниша новое определение моей моей деятельности погонял я пират нарисовала картину и будучка корабль и там пират это вы такой какой пират добрый такая или злой думала думала и мы что-то существуем поговорили отлетись дописаны пират роман пиня продаж тренировок продаж тренировок ты представляешь какая я это вообще это вот видишь мы говорим о том что чудом летает залетел тоже ребенок да ребенок вот он он в нашей обстановке от беседы которая была достаточно непринужденная не навязчивая мы не 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 вне стремились в этой нашей вчерашней беседе никого как бы ни к чему научить а просто как бы вот задавали вопросы и вот это вот открытость вот это вот может быть качество нашего дружелюбной обстановки привели честности и так далее вот а почему потому что она видит да что я пытаюсь продать тренировки это было честно себе ставить она была нравственная понимаешь искренняя и она назвала вот его не иначе как пиратом выглядит как пират действует как пират ну и хорошо а вот вопрос хотел еще спросить вот я задал вопрос не вопрос а вот эту тему может или есть или нет да то есть что подразумевает что то есть нравственность она она генетически закладывается все эти она откуда она изначально в нем при рождении начинается и ее надо просто не дать ей загнуться или все-таки она формируется формируется от общества у нас у формируется ребенка поместил чистый лист но только есть инстинкт какой сосательный и глотательный потом хватательный да только инстинкты а все остальное кстати хватательный инстинкт у многих то он остается приоритетным имею ввиду самбистов вообще не самбистов хватает то может бросить хватательно бросать да а у них то есть просто хватать раз хватили сюда сюда это нормально да но если это это поэтому все в контексте надо как как-то просто вам сказали время место обстоятельств время место обстоятельств еще время великое изречение одного из академиков я вам может уже говорил это в других беседах известного математика академика александрова который сказал меня не не интересует математика меня и суть нравственность но и пилерман же он же к этому же подошел к этому подошел а теперь вопрос он поступил очень раз до миллиона то что нельзя было унизом от правильно и он очень грамотно сделал потому что о нем говорили все рекламные агентства и если он задумал рекламную кампанию делать то ему бы не хватило этого миллиона атаку мировую общественность сколько его обсуждали и сейчас мы все помню но он не монетизировал монетизировал я хочу задать к вопросу вот об академике александрова мне довелось встретиться с еще одним математиком который у меня допустим теперь вопрос когда в об этом заговорил академик александров как не прочь мы говорили когда мы начинаем об этом говорить просто сказал нам уже как бы за 40 до 50 приходит да и мы начинаем говорить о нравственности в 20 лет как бы мы даже не подумали бы говорить о нравственности но это не чем нет во первых нас и как бы этому даже и как рассказал дать что у него допустим зале и об этом даже никто не говорил это не висела понимаешь никакие вот эти дружбы уважение особо никто не не ставил оценка над этим вот у меня он как бы было само собой вроде бы было само собой но акцент никто не станет все равно это надо как-то культивировать мы же говорим что надо быть здоровым да надо быть физически развитым но это надо еще объяснять как они они так просто и вот когда об этом заговорил академик александров когда уже был достаточно преклонным возрасте но я взглянул с людьми которые сказали что где он был когда он поступал абсолютно безнравственно вопрос к тому что вот я сейчас я сейчас затрону тему нравственности да а теперь давай-ка я вспомню себя был я нравственным 10 лет назад 15 вашу не вообще по отношению к всему в глобальном масштабе насколько я сейчас я начинаю ты знаешь вопрос можно чуть-чуть расширить а можно ли сказать что сейчас мы нравственность хорошо сейчас сейчас нравственном или не нравственность то есть вот вот понимаешь вот вопрос тогда мы должны коснуться к тем качеством которые определяют нравственного человека да и понять допустим если мы вот это кодекс дзюдо определяется как качество где прописано определяющие нравственности там дружба скромность уважение честность самоконтроль тогда надо плод понять там себе дружелюбен ли я честен ли я знаешь посмотрю вот если мы затронули в контексте борьбы вот я не знаю как в айкидо но самбо и дзюдо есть определенные обязательные вещи да можно сказать ритуальные вещи перед началом повединка перед окончанием до схватки то есть самбо это прожать и рук сюда это как бы определенный поклон получается что если говорить о стопроцентных не без апелляционных вещах то в схватке получается вот именно в этом проявляется фиксация ритуальная вот как бы ритуального характера как бы традиционного характера нравственность то есть если ты пожал руки сопернику хотя ты хочешь его там уже показываешь ты уже показываешь что ты осознаешь как бы что ты его уважаешь если ты после того как выиграл или проиграл жмешь руки ты уже проявляешь вот получается что спорт это как ну как бы часть жизни да в которой можно проявить вот таким образом и зафиксировать проявление нравственности потому что вы уже видели в своей жизни до спортивной что некоторые не кланяются некоторые не жмут руки некоторые оскорбляют свою сопернику начинают там драться там еще что получается что он как бы в спорте есть некая толика фиксации нравственности но может быть недостаточно о чем мы говорим может быть недостаточно вот столько лишь это но что-то есть что ты есть если это руку не пожаловать все осудят тебя все будут не согласны руку не пожаловать на кучу сюда сразу кому там это есть мы тоже возвращались как можно руку пожать но абсолютно быть бездраться не важно для того чтобы усыпить усыпи тогда это просто знаешь наверх наглости это ты как белье здравствуйте ты как бы действуешь действуешь как нужно ты может быть не хочет жать руку но ты понимаешь что нужно жать руку то есть это тоже как бы определенное воспитание может быть надо просто говорит о том что вы как правило дзюдо меняется сейчас и сам до молниеносно в угоду зрителю и не всегда в угоду спортивному хорошо взорвать надо менять правила именно в угоду не угоду а как бы вот в направлении проявления нравственности может быть нужно поклониться например тренерам но я утрирую там да может быть судим еще жмут руку да может быть надо это вести как бы как за правило вот какие такие вещи которые именно в обязательности сяга то есть подошел тренеру пожал руку иногда это делают само собой но не все тренеру пожал руку ты проявил уважение судьям пожал руку там поклонился проявил уважение зао подавился и начал бороться что-то такое слушай а вот давайте вот у меня просто вот интересно я хочу вот что узнать определение нравственности можно правило определяющие поведение духовные и душевные качества необходимые человеку в обществе а также выполнение этих правил поведения ну рамки до грамм моральное качество человеке некие правила которыми руководствует человек в своем выборе термин чаще всего употребляется в речи литературе как синоним морали иногда этики нравственность является предметом этики как учебная дисциплина тем что изучается этики вот такое вот понятие нравственности все понятно а можно ли человек все позволяет все позволяет пока не пока позволяет моя нравственность позволять ему быть нравственным а может ли моя нравственность может может а если если серия зашла закачивать только разошлись мы только разошлись мы разошлись но мы никуда не уходим рослись как в поле корабли да нет и время место обстоятельства вот это вот как бы если даже вот это с этим с этим уйти время и место обстоятельства хорошо да мы заподводим итог значит нравственность но безусловно данным все-таки должна иметь место быть и качать эти качества которые да и все зависит от времени места и обстоятельств в нужное время да в нужном месте кто с нами не согласен пишите мы рассмотрим это и дадим ответ а кто согласен тоже напишите с вами были мы говорили о нравственности смотрите планеты джидо кто-то задавайте вопрос задавайте вопрос вопросов нет у матросов слушаем да передать привет опа зацепился